Имеется заслание налогов в размере 6 тысяч 26 рублей. Всего проверили 263 автомобиля. Останавливали и приглашали пообщаться лишь тех, кто должен. И 6 тысяч – это совсем небольшая сумма. У кого-то долги составляют полтора миллиона. Многим пришлось на месте распрощаться со своими транспортными средствами. Забрали в счет долга. Всего должники лишились 12 автомобилей. 37 машин было арестовано. Машина не перекроет какие-то долги. Не перекроет, но она хотя бы частично погасится. Если по полторы тысячи рублей в месяц платить, 130 тысяч, что, сука, вы плачевать будете? Некоторые должники с удовольствием играли на камеру и оплачивали долги сразу после того, как их останавливали. Это надо счастливым лицом делать. Я обладил что? Теперь выключайте камеру, я сбезу пущу. Кого-то просили остановиться в момент, когда задолженности у них уже не было. К слову, этот мужчина пару дней назад был должен всего 100 рублей. Но и они стали поводом, чтобы приставы и автоинспекторы потребовали оплаты долга. А почему у вас задолженность? Я не знаю, здесь какая-то исполнительная решительность. 100 рублей. 100 рублей? 100 рублей. То есть, 100 рублей. Закрытое у вас, все закрытое. Вот видите, даже закрытое. Между тем, сейчас в розыске находятся почти тысячи человек, которые не платят своим детям алименты. Это статистика, которую привели сегодня судебные приставы. И даже обрисовали социальный портрет таких должников. 88% среди них мужчины, средний возраст 56 лет. 12% женщины, средний возраст которых 40 лет. Примечателен такой момент по знаку зодиака среди должников больше всего тельцов. Мы на протяжении последних лет не просто применяем меры принудительного взыскания, не просто арестовываем имущество, не просто привлекаем к уголовной и административной ответственности. Мы пошли немножко дальше. Мы работаем активно с центром занятости населения. Если наш должник нетрудоустроен, либо по каким-то причинам потерял свою работу, мы, во-первых, направляем в центр занятости для трудоустройства. Раз, как безработного. Второе. Мы ведем работу по получению дополнительного образования и дальнейшего его трудоустройства. Конечной целью для нас сейчас становится трудоустройство должника. Кстати, среди алименщиков тоже есть рекордсмены, один из которых задолжал своим детям полтора миллиона рублей. Так что операции «Должник» продолжат проводить. В прошлом году таких было 13. В результате с должников взыскали более 300 миллионов рублей. Только за 4 дня февраля почти 400 тысяч. Татьяна Голубева, День с толком. Татьяна Голубева, День с толком.